Влад спешил утром на работу, но основательно застрял на площади Свободы. Машину сначала пытались толкать, да все безуспешно. Пришлось использовать тяжелую артиллерию, то есть снегуборочный трактор. Машина застряла, погода хорошая, но вот только снегопады и все. Вы застряли прямо в центре города? Ну вот так, не очищают дороги у нас. Вечером 21 февраля непогода обрушилась на город, как снег на голову. Да и сам снег превысил все ожидаемые нормы. Город превратился в одну огромную пробку. Часовые ожидания в транспорте далеко не рекорд. Яндекс-карты были исключительно бордовым цветом. Автолюбители передвигались со скоростью 20 км в час. Превышение было просто опасно. Трассу М5 перекрыли до 23 часов для грузового и маршрутного транспорта. И несмотря на принятые меры, аварий избежать не удалось. Одно из ДТП произошло как раз на трассе М5 Урал. Всего в регионе было зарегистрировано почти 30 аварий. К сожалению, есть с трагическими последствиями. 21 февраля примерно в 18.15 в Рыбновском районе на 167 км дороги федерального назначения Москва-Челябинск житель столицы, управляя автомобилем Сузуки, по предварительной информации, не справился с управлением, в результате чего совершил столкновение с ехавшим навстречу автобусом Сетра. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля от полученных травм погиб на месте ДТП. Утром город оказался в белом плену. Вот эта машина является красноречивым свидетелем ночной метели. Видны одни окна, сугробы повсюду. Ситуация на дорогах по-прежнему не позволяет превышать скорость. Сотрудники госавтоинспекции, обращаясь к жителям региона, просят соблюдать осторожность за рулем. В связи со сложившимися погодными условиями в регионе, госавтоинспекция призывает автолюбителей быть более внимательными при управлении транспортным средством. Необходимо соблюдать боковой интервал, дистанцию, а также скоростной режим. Водитель должен помнить, что двигаясь вблизи пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и мест общественного пользования людей, необходимо быть более внимательными. Приезжать эти участки с наименьшей скоростью движения. Справедливости ради стоит отметить, что на этот раз коммунальщики постарались. Во всех районах города было проведено грейдирование улицы, обработанной пескосоляной смесью. Более 90 единиц снегоуборочной техники задействовали при уборке города. По данным регионального гидрометцентра, улучшение погоды в ближайшие дни не ожидается. Температура воздуха понизится, мокрый снег продолжит идти.